Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Встречались какое-то время с молодым человеком, потом расстались по его инициативе. Толком ничего не объяснил, несколько месяцев молчания. Снежно хотел выяснить, в чем дело. Встретились, объяснил тем, что я ему очень нравлюсь, но пришлось расстаться и заработать. Мол, все время забирают, нет времени на личную жизнь. Он не может выбрать между личной жизнью и работой. Личную жизнь. Сначала нужно всего добиться в материальном плане, потом уже думать об отношениях. Потому что сейчас он мне дать ничего не может. Я ответил, что не понимаю, зачем выбирать между личной жизнью и работой. Впоследствии мы снова стали общаться, проводить время вместе, но не особо часто. Получилось так, что я заметил, что он общается с другими девушками. И преревновал его. Хотя на тот момент парнем он моим не являлся, но мне стало обидно. Он же проводит время со мной, спит в конце концов. Я понимаю, что ему это удобно, а отношений нет. После того, как я его преревновал, он сказал, что повода нет. Стол отдаляться, они стали меньше общаться, перестали почти вовсе контактировать. Отказался приехать ко мне по причине работы и перестал писать. Я не понимаю его отношения. С одной стороны, мне кажется, что нас никому не нужна. С другой стороны, ощущаю, что он истинно тянулся ко мне и говорил о чувствах. Знаю, что у него есть негативный опыт. В прошлых отношениях девушка изменила. И мне кажется, что он пытается казаться хуже, чем есть. Вопрос задает человек с именем Карина. Ну, понимаете, вот если так вот строго говорить по вашей ситуации, так скажем, строго, то вы по факту обрадуете того, кого ревнуете. То есть по факту здесь проблема основная заключается в том, что вы человека ревнуете, но в то же время его оправдываете. И это, собственно, является проблемой. Потому что получается такое что-то вроде противоречие здесь, к сожалению. И как бы не получилось так, что вы по большому счету обрадуете его, потому что вы от него чувствуете зависимость. То есть есть, условно говоря, стокгольмский сентябрь, когда жертва оправдывает своего тирана. Вы, конечно, не жертва, я надеюсь, а он, я надеюсь, не тиран. Такой уж прям жесткий. Но, тем не менее, все равно, есть такое ощущение у меня, что вы пытаетесь его оправдать. То есть пытаетесь сказать, что это вот не его отношение к вам, условно говоря. Это не он как бы вот ко мне так относится. А это вот потому что вот он там, вот с ним там, ну, какие-то вещи произошли. Да, то есть вот, что-то с ним случилось. То есть вот, чем больше вы пытаетесь как бы человека оправдывать, вот, таким образом, тем, как бы, больше вы в данном случае, ну, взрываетесь в эту самую историю, в эту историю, как бы, переключения на него, да, в эту историю того, что вам нужно, вот, там, от него, именно, какого-то, ну, добиться ответа. Не на себя, условно говоря, опереться, вот. А, именно, вот, от него добиться какой-то обратной связи, вот, чтобы, ну, вам, условно говоря, было, ну, как-то вот хорошо, чтобы вам, условно говоря, было комфортно. То есть вам сейчас для вашего спокойствия нужно получить от него обратную связь. Вот вы говорите, да, что мы расстались, а я, ну, попыталась, все равно, вот, как бы, ну, попыталась выяснить, вот, все равно я хотел выяснить, вот. Вот. Ну, из-за чего. Вот. 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 Понимаете, какая штука здесь? Увидимся. И этим самым, как мне кажется, вы, вот, вы даёте зону, свою неуверенность в себе, вот, свою неуверенность вы выдаёте в собственных силах, ресурсах, вот, вы выдаёте здесь свои страхи определённого рода, к сожалению. То есть, вот, такая проблема в данном случае присутствует. Вот почему вы, обратите внимание, пожалуйста, на то, почему вы попытались выяснить, как бы, причину расставания. Вот. То есть, вы, получается, её не смогли принять. Вот. Это важно. Как вот, мне кажется. Понимаете, да? Дальше. Следующий аспект. Значит, вот, значит, вы встретились, значит, он говорит, что сначала нужно добиться в своём материальном плане и, как бы, говорить, что нечего ему вам дать. Зачем это в первую очередь говорит? Да. В первую очередь, это говорит о том, что человек достаточно сильный, в данном случае, завязан на материальном. В первую очередь, он, как бы, вот, отношения выстраивает по принципу, ну, что я могу тебе дать. Понимаете, да? Это, вот, тоже такой вот, достаточно важный момент. Вам бы здесь, ну, себя спросить, меня вот такие требования устраивают или нет? Вот. То есть, у меня такие ценности человека, вот, ну, в какой-то степени, да? материалистичные такие, они меня удовлетворяют или нет. То есть, это, вот, такой вот момент, как мне кажется, очень важно. То есть, вы тянетесь, ну, вот, сейчас, да, вы тянетесь, как бы, к человеку. ценности, у вас, с, ну, которым, могут вообще не совпадать. Вот. И, собственно, вам бы, вот, задать себе этот вопрос. Вот. Потому что это важно. Как-то. Крайне важно, чтобы вы себе этот вопрос задали и, ну, уточнили у себя, я вот, чего хочу в данном случае. Вот. У меня, вот, такой человек мне, мне нужен, вот. Такой, такого человека я хочу видеть, как бы, рядом с собой. Вообще. Или нет? Вот. Понимаете, да? А вы, как будто, вот, в данном случае, на этом, на этом, вот, своего внимания не заостряете, как раз. Вот. Дальше. Вы пишите, значит, я ответил, что не понимаю, зачем выбирать между личной жизнью и работой. Не совсем понятно, что здесь ваша позиция. То есть, как бы, вы говорите, что я не совсем понимаю, зачем выбирать между личной жизнью и работой. Не совсем понимаю, говорите вы. А что дальше? Ну, вы не понимаете, а он понимает. То есть, что дальше-то, вот, как бы. Вот. И когда, например, вы пишите, что после мы снова стали общаться, то вот обратите внимание, что не совсем понятно, понятно, так а чего вы, как бы, решили-то? Вот. То есть, ну, что, что вы решили, как бы. Вот. К чему пришли, и, ну, если пришли, к чему пришли. Да, как бы. То есть, в этот момент он, в данном случае, не, ну, он не совсем очевиден. То есть, просто стали общаться, как, как, какие, каким выводом вы пришли, каким решением, непонятно. Да? Вот. Значит, проводили время вместе не особо часто. Получалось так, что заметил, что он общается с другими девочками и перерывновало его. Вот, опять же, здесь как будто бы вас, как будто бы вас, ну, из стороны в сторону метает. Вроде бы вы расстались, вроде бы вы снова стали проводить время вместе, говорите вы. Вот. Снова общаться, проводить время вместе, но не встречаться. Но при этом почему-то вы в интимные отношения с ним, как я понял, вы вступили или вступали. Потому что вы написали, ну, вы написали, что там, он с вами спит. Ну, вот. Если он с вами спит, естественно, вы будете ревновать. Но если он с вами спит, то вы уже в отношениях. Ну, вот. А себя получается таким образом, так себя. Вы не, ну, не позиционируете. Вот. Таким образом вы себя не позиционируете, получается, что вы в отношениях. И это вот в той же момент такой вот достаточно, ну, достаточно важный и достаточно значимый. Вот. То есть тут у вас в целом случае противоречие. Да, все дальше. На тот момент парни моим не являлся, мне стало обидно, если он же проводит время со мной и спит, в конце концов. То есть тут вам обидно скорее от того, что вы сами, как бы вот не до конца в своей позиции определились. Да, вы сами как будто бы вот сомневаетесь, ну, в себе или в чем-то. Ну, вот. Ну, от него чего-то ждете. Мне кажется, что если есть вот какая-то трудность, трудность, да, то она в этом, если есть что-то такое. Понимаете, как бы, да? Дальше. Я понимаю, что ему удобно, отношений нет. И что вы с этим делаете? Вот такая прорывная, сказал, что повода нет. Стало отдаляться, мы стали меньше общаться, перестали контактировать, отказался приехать ко мне по причине работы, перестал писать. Я не понимаю его отношений. А мне кажется, что его отношения вы как раз таки понимаете. Вот. Мне кажется так. Мне кажется так, что его отношения как раз таки, вы понимаете хорошо. Вот. Просто вы как-то вот, ну, принять это не готовы. Вы не готовы принять или признать, что, ну, не очень, не очень вот, к сожалению, вы, там, ему интересно, например. Да? Вот. Или что он не очень, там, готов вкладываться в отношения, ну, в отношения, к примеру. Или что у вас разные ценности. Вот. К примеру. То есть вот эти все детали. Потому что его отношения, оно, как бы, ну, в поступках. Оно видно, оно очевидно, оно заметно. Ну, вот. Что он готов с вами проводить время спать, но при этом общаться там, условно говоря, с другими девушками. Вот. И это нагладно показывает то, кто вы для него. Вы это знаете, но вы этого не принимаете. Вы отказываетесь, что это замечательно. Вот. Вот. И основной вопрос, который вам, мне вам хочется задать. Почему так? Вот. То есть вы боитесь, может быть, вы опасаетесь, может быть, чего-то. Вот. У вас, а, у, а, самый неудачный опыт, а, ну, отношений, есть. К примеру. Вот. Вот. То есть, если есть, да, то этот момент нужно обязательно тоже подкорректировать и с ним поработать. Потому что он, так или иначе, будет, вот, ну, на вас влиять. Вот. Понимаете, да? Надеюсь. О чем идет речь. Вот. Поэтому здесь история, она вот, по большому счету, такого плана. Такая история здесь. А, вот, как-то так. Ну, и какой его, каков ваш вопрос в данном случае, тоже хотелось бы понять. Потому что вы вопроса не задаете, вот, а его необходимо увидеть. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет развлечена самым лучшим образом.